Приветствую, дорогие друзья-подписчики, и пока ещё не подписчики, но надеюсь, вы ими станете. Это мой блог на сайте Динамо Киев от Шурика, и вы видите сегодняшнюю публикацию. Юбиляру благодарен за правду. И вижу, что уже шесть человек прочитали и рекомендуют, поделились этим в Фейсбуке. Спасибо. Легендарные, такая есть у меня рубрика, Александру Заварову, одному из состава Динамо 1986, исполнилось 60 лет. Не сомневаясь в том, что почитатели, слава Богу, здравствующего легендарного динамовца, с благодарностью за его блистательную игру на поле, искренне желают ему здравия, благополучия, долголетия и все мячи по жизни, только чужие ворота. Тех из вас, кому не безразличен украинский футбол вообще, и легендарная киевская Динамо в частности, я от души приглашаю познакомиться с этим материалом. Здесь вы наверняка прочитаете для себя, может быть, неизвестные доселе страницы из биографии Саши Заварова. Динамо действительно одного из выдающихся футболистов мира 80-х годов. И надеюсь, что после этого вы наверняка захотите подписаться на мой блог. Сегодня 26 апреля 2021 года, день 60-летия, повторяю, Саши Заварова. Вас, дорогие мои подписчики, 126 человек. Спасибо каждому за внимание к блогу и особенно за ваши комментарии или письма в личку. Впрочем, сейчас не о себе любимом, а о Саше Заварове. Слава Богу, о 60-летнем юбиляре. И это один из фрагментов давней телепередачи. Вот видите, про життя. Выпуск 25. 10 лет без Лобановского. Это авторская программа Андрея Пальчевского. Не знаю сейчас, продолжает ли он это творчество на одном из украинских каналов или нет. Но отсмотрел я эту передачу буквально на днях. Посмотрите и послушайте фрагмент программы, когда её ведущий Андрей Пальчевский пригласил в студию Александра Заварова. У нас в студии один из первых постсоветских легионеров. Это Александр Заваров. Ему Валерий Васильевич разрешил продолжить карьеру в Ювентусе. Вопрос. А что это у вас отпустил? Никого не отпускал, а вас отпустил. Ну, изначально, значит, должны были уехать вчетвером. Я должен был Михаличенко и Протасов, и Лобановский должен был стать главным тренером Ювентуса. Но Валерий Васильевич отказался, потому что он был тренером сборной Советского Союза, которая готовилась к чемпионату мира 1990 года в Италии. Вот так получилось. Меня, как самого ветерана старшего, 27 лет отпустили в Ювентус. Вопрос на злобу сегодняшнего дня. А почему раньше мы посылали игроков, а теперь мы только покупаем игроков? Ну, такой вопрос. Скорее всего, думаю, что, ну, наверное, может быть, пока некого покупать, может быть, у нас. То есть, соответственно, и самое плохое, что, возьмем так, медленно растет поколение, которое может играть в футбол. Из-за этого приходится, наверное, покупать иностранцев, да? Иностранцев, но я думаю, что, конечно, должны приезжать сюда иностранцы, которые играют за сборные своих стран, наверное, так. А не просто так иностранец закрыл дырку. То есть, есть много футболистов одинаковых. Саша Заваров остался самим собой, честным, порядочным человеком. Ответил так, как это было в жизни. Ничего не придумывая, ничего не сочиняя. Стоит напомнить, что в Ювентус его пригласили на позицию, на которой играл сам Мишель Платини, неоднократный обладатель золотого мяча лучшего футболиста Европы. И, конечно же, этим, как принято говорить, трансфером, одним из первых в той стране Советов, которая уже канула в лету, Заваров, конечно же, во многом обязан Валерию Васильевичу Лобановскому, царствие ему небесное, гению футбола и жизни. Впрочем, захотите узнать подробности, я дам ссылку своего блога на сайте «Динамо Киева» от Шурика, повторяю. И узнаете, если познакомитесь с публикацией, почему я её назвал «Юбиляру благодарен за правду». Подписывайтесь и на мой канал в Ютубе. И будьте все здоровы, благополучны, скажу своё традиционное, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш Дэви Аркадьев. Сегодня 26 апреля 2021 года из Филадельфии.